Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Более миллиона двухсот тысяч отдыхающих в этом году уже побывали на курортах края. Развитие туризма говорили в Сочи на совещании под председательством Виталия Мутко. Сборные России и Бельгии уже сыграли в Сочи, но это фанатские сборные. Болельщики провели свой товарищеский матч. ГАЗ пришел на улицу Джапаридзе. Строительство магистрали в сере Пластунка вели на средства из городского и краевого бюджетов. Театральному искусству посвятили открытый интернет-фестиваль молодых читателей «Сочи-Мост». Он открылся сегодня. Сочи не будет взимать с отдыхающих курортные сборы. На совещании у заместителя председателя правительства России Виталия Мутко, которое сегодня прошло в Сочи, было принято решение, что сами муниципалитеты курортных городов возьмут на себя ответственность относительно курортных сборов. Черноморское побережье России – это, по сути, Краснодарский край и еще Республика Крым. Это все, что можно предложить российскому туристу, стремящемуся в жаркий сезон к морю. А уже ему выбирать, где оптимальное соотношение цены и качества, где курорт благоустроен и сервис лучше. Но в условиях жесткой конкуренции, когда заграничные курорты отменяют визы и предлагают отдых россиянам на льготных условиях, работать нужно еще эффективнее. Например, так нашумевшая тема курортных сборов в Сочи применяться не будет. Я считаю, что в этом году пока нецелесообразно вводить этот курортный сбор. Хотя он нужный, он очень бы помог в инфраструктуре города. Но надо понимать только одно, что турист голосует рублю. В Краснодарском крае развитие курортов сдерживает нехватка инженерных сетей. В пик курортного сезона они не выдерживают нагрузки. Электричество и воду из-за регулярных аварийных ситуаций в некоторых городах отключают на несколько часов. На реконструкцию только водопроводного хозяйства требуется почти 15 миллиардов рублей, отметил Вениамин Кондратьев. Инфраструктурная проблема – это основной бич из всех наших курортных городов. Пока не будет инфраструктуры, никакого развития быть не может. Сегодня это основной сдерживающий факт. И в том числе инвестора, который хочет зайти со своим отелем, даже к пятизвездочным. Он говорит, покажите сети, покажите инфраструктуру, на которую вы меня посадите, которая будет подходить к тому участку, где я хочу это сделать. Ну, не можем показать, потому что нет. Мы готовы участвовать в реальных программах по водоснабжению, электроснабжению. Коллеги, но их нет. И десятков миллиардов в гривом бюджете тоже нет. Поэтому нужно искать дополнительные источники дохода. Понятно, может быть, нет хорошей жизни мы вещи. И прошлый сбор, но нет хорошей жизни. И этот вопрос требует проработки на всех уровнях власти. Сочи же по итогам прошлого года ставит в пример из 15 миллионов отдыхающих всего Краснодарского края, 6 миллионов отдохнуло исключительно в нашем городе. Курорт стал круглогодичным. Успех налицо. Красная Поляна стала продаваться не только зимой, но и летом. Подышать чистым морским и горным воздухом теперь предлагается сотрудникам предприятий Уфы и Челябинска. Выездные презентации с участием главы города Анатолия Пахомова и туроператоров дают хорошие результаты. Круглогодичная заполняемость под 80%. И все больше регионов узнают о современных возможностях курорта. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко отметил, что вопросом информирования населения, а другими словами рекламе курортных городов, необходима специальная программа. Вот в 16-й год мы смотрим достаточно серьезный вклад в экономику. Это уже 3,4% вклад в экономику ВВП страны. Я вам скажу, это достаточно серьезный. Но потенциал у нас значительно выше. И, естественно, мы, конечно, можем еще больше, так сказать, там и вклад делать, но самое главное удовлетворять спрос растущий и возрастающий у нашего населения. Чем стабильнее экономика, у людей и желание путешествовать, и, естественно, конечно, наша задача удовлетворять этот спрос качественным продуктом. Анатолий Пахомов опросил Виталия Мутко решить на федеральном уровне вопрос открытия в Лазаревском районе Сочи тренировочной базы. Там уже есть два футбольных поля, будет построено еще одно, где в любое время года могли бы тренироваться российские футболисты, которые чаще всего выезжают на сборы за рубеж. Это позволит и Лазаревске сделать таким же востребованным, как и другие районы курорта. Новинкой этого курортного сезона станет и морское сообщение с Крымом. В мае из Сочи будет ходить круизный лавер в Севастополе обратно с заходом в морские порты Новороссийска и Ялты. Рынок сам покажет, какое количество судов необходимо, но лиха беда началу. То, что уже появляется это судно на линии, это уже даст возможность, во-первых, и посмотреть загрузку, посмотреть, может быть, какие-то вопросы, которые будут возникать, и как мы их совместно будем решать, потому что в Крыму настрой очень позитивный. Итог совещания однозначный, как бы сложно ни было, но необходимо не просто удерживаться на плаву, а идти вперед, развиваться и в конкурентной борьбе за туриста непременно выигрывать. А у Сочи все возможности для этого есть. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Тема номер один в Сочи в эти дни – товарищеский матч «Россия-Бельгия» на обновленном стадионе «Фишт». О готовности городских служб к матчу рассказал заместитель главы города Сергей Юрченко. Он отметил, что с волнением ожидает оценки, которую поставят болельщики и спортсмены стадиону. Хотя это лишь часть подготовки к масштабному турниру. Подготовка идет несколько лет и по следующим направлениям. В первую очередь нам нужно было выработать транспортную логистику. Возможность передвижения, возможность нормального доставки зрителей в таком большом количестве. Ведь мы понимаем, что 40 тысяч человек – это достаточно большая нагрузка на всю инфраструктуру транспортную. Но я думаю, этот вопрос мы успешно решили. Конечно, нужно смотреть на вопрос также по медицине. Медицину обслуживать, мы понимаем, 40 тысяч болельщиков обслуживания на достойном уровне, чтобы у нас никаких проблем не происходило со здоровьем, чтобы травм не было. А если они и были, то мы оперативно на это все реагировали. Эта работа тоже проведена достаточно, считаю, на хорошем уровне. Но, конечно, все результаты и оценки будут даны уже по результатам проведенного первого Кубка Конфедерации. Ну, или по крайней мере, первого матча. Безусловно, наша задача была – это городская инфраструктура, это оформление города. И, безусловно, результаты сейчас будем смотреть уже по первому матчу. Мы поймем, где у нас есть ошибки, как мы их будем устранять, тоже принимать будем решения. И уже, я думаю, Кубку Конфедерации мы выйдем на более гладком уровне. Система безопасности, она тоже сейчас будет тестироваться на матчах. Но расскажите, вы сами-то футбольный болельщик? Вы знаете, я люблю болеть за футбол непосредственно, когда международные матчи, подобные сегодняшнему матчу. Поэтому, да, в таких случаях я болею. И, в первую очередь, болею не за конкретную команду, а за хороший футбол. Но, с учетом того, что играет сборная России, то, конечно, я буду болеть за сборную России. Ну, а бельгийские болельщики уже оценили Сочи и отметили – здесь умеют встречать гостей. Вот полный восторг от прибытия в Сочи – встречу в аэропорту. Наш собственный экспорт – фламандские ордены в полной славе. Кружимся – красные дьяволы получили теплый прием. Суперприем – благодаря мэру Сочи – танцы. Иностранные болельщики побывали на нескольких экскурсиях, осмотрели горный кластер, прыгнули с банжи в скайпарке, держа в руках национальный флаг. А после в одном из местных ресторанов попробовали национальную кавказскую кухню. Блестящий день. Благодарим город Сочи. Трапеза Гаргантюа. Спасибо. 12-8. Таков итог встречи команд России и Бельгии. Дружеским матчем на поле стадиона «Юность» открыли болельщики большой футбольный праздник. Встреча была организована клубом «Раша Юнайт» совместно с общественным движением и фан-посольством при поддержке Российского футбольного союза, а также местных органов исполнительной власти. Сочи! Мы знаем! Мы Сочи! Своё признание в любви Сочи бельгийские болельщики выражают без устана. Вот и фанатов нашей национальной сборной встречают крепким и дружественным рукопожатием. Обязательное фото на память и начало товарищеского матча, старт которому предшествуют гибны обеих стран. Это традиция для болельщиков многих стран Европы – встретиться за день до матча сборных. Несомненно, такие игры вносят позитив в культуру болельщиков и объединяют их. Организация великолепная, все очень довольны городом. Позитив от фанатов двух сборных чувствовался в каждой минуте игры. Открыли её болельщики принимающей стороны. Мечи ворота бельгийцев трижды прилетали в начале первого тайма. После, видимо, раскусив тактику противника, фанаты «Красных дьяволов» дали отпор, но ненадолго. В итоге бельгийцы забили 8 голов, а российские болельщики – 12. Конечно, такой результат на матче профессиональных сборных вряд ли повторится. Да и для фанатов двух стран итог игры был не важен. Безусловно, главной целью здесь является единение болельщиков. Всё-таки для футбола, для всего мира – это объединяющая игра. Поэтому здесь спортивный результат отходит на второй план. И больше всё-таки мы хотели бы поприветствовать ребят из других стран у себя на родине. Мы, конечно, старались победить, но нас сюда приехало всего 35 человек, и нелегко было создать сильную команду. Но игра прошла по-дружески, и я уверен, что главный матч пройдёт так же. Мы согласны даже на итог 3-3. В любом случае, мы довольны всем. Сразу после матча болельщики отправились на стадион «Фиш», на арене которого исход игры зависеть будет уже от любимых спортсменов родных стран. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. В Сочи завтра проверят систему экстренного оповещения. Будут включены сирены и громкоговорители. Жители и гостей курорта просят не паниковать. Ну и продолжаем. В Кореновске увековечили память военного лётчика Рафагатя Хабибулина. На Аллее славы Герою России открыли бюст. День выбран не случайно. Сегодня погибшему в Сирии командиру 393-й авиабазы исполнилось бы 52 года. Дата совпала с ещё одним важным событием. Вертолётный полк, в котором служил Рафагатя Хабибуллин, отмечает 75-летний юбилей. В адрес командира Евгения Суходольского и личного состава глава региона Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму. В суровые годы Великой Отечественной войны бойцы полка уничтожали фашистских захватчиков в боях по всей стране. Современные примеры мужества – это полковник Рафагатя Хабибуллин, в последнем бою защищавший не только небо далёкой Сирии, но и свою родину. Личный состав полка достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников, решает ответственные задачи по сохранению мира и стабильности как внутри страны, так и за её пределами. Сегодняшний мир и покой на южных рубежах нашей страны во многом результат ваших усилий. От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей службе на благо России и Кубани. В разное время звания Героя России были удостоены 11 членов полка. Рафагать Хабибуллин – участник первой и второй чеченских кампаний грузино-южно-осетинского вооружённого конфликта. Военный лётчик был награждён двумя орденами мужества и орденом за заслуги перед Отечеством четвёртой степени. Свою последнюю награду – звание Героя России – он получил посмертно за участие в военной операции в Сирии. Сегодня члены Общественного совета Сочи обсудили подготовку и проведение самого массового события за всю историю нашего города – Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Фестиваль по счёту 19-й. Впервые за всю историю он проводится не в столице государства. Центром встречи молодёжи из 130 стран мира станет именно город Сочи. С 14 по 22 октября на курорт прибудут более 20 тысяч участников. Это в разы больше, чем во время Олимпиады и хоровых игр. Нам очень почётно и очень ответственно, потому что снова сочинцам предстоит представлять Россию. И мы, конечно, должны вспомнить свои самые лучшие качества гостеприимства. Это очень важное событие, и у нас ещё есть время к нему готовиться. И я уверен, что сочинцы не подведут. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это не только спортивные и культурные мероприятия, но и знакомство тысяч иностранных туристов с Олимпийской столицей. Поэтому к событию мирового масштаба готовится не только Национальный подготовительный совет, но и сам город. Достойно выглядеть должны все улицы и дворы курорта. Работа по усовершенствованию городской среды ведётся постоянно и будет только усиливаться. У сочинцев есть прекрасный опыт волонтёрского движения. У сочинцев есть прекрасный опыт молодёжного движения, которые просто помогают на каждом этапе. Это переводчики, это люди, которые занимаются в сфере обслуживания. Все наши наработки Олимпийских игр, они, конечно, все будут востребованы таким большим, замечательным событием. По словам председателя Национального подготовительного совета Григория Петушкова, предстоящий фестиваль – это не только карнавал и молодёжная тусовка, но и события, призванные объединить прогрессивную молодёжь всего мира, продвинуть идеи международного сотрудничества, стать объединяющим фактором для стран СНГ. Ну а один из дней фестиваля будет полностью посвящён сочинцам. В свою очередь, горожане могут уже сейчас предлагать свои идеи фестивального наследия. Это может быть новый сквер, арт-объект или любой творческий проект. В городе пройдёт специальное голосование. Ну а оргкомитеты, рабочие группы уже приступили к ежедневной детальной работе. От самих же горожан требуется лишь доброжелательность гостям. В Сочи продолжается газификация. Благодаря Олимпийским играм голубое топливо в распоряжении уже более чем у 90% населения курорта. Над тем, чтобы выйти на 100% результат, работают все уровни власти. Так улицу Джапаридзе после долгих лет ожидания наконец-то подключили к газоснабжению. Строительство магистрали в серии Пластунка ввели на средства, выделенные из городского и краевого бюджетов. Аркадий Семёнов показывает то, чем ещё недавно он отапливал свой дом. Дровяной котёл много лет служил своему владельцу, его семье, верой и правдой. Но теперь способен стать разве что музейным экспонатом. Люк загрузки. Сюда закладываются дрова, закрывается всё. Здесь была труба, которой сейчас нет в данный момент для выпуска газа. Достаточно экономичный котёл, но всё равно это дорого. Несколько раз дороже, чем мы ожидаем сейчас. Дом Аркадия Михайловича наконец-то подключили к газоснабжению. Взамен дровяного рабочие установили газовый котёл. Пришлось, конечно, потратиться. Но это несравнимо с теми затратами, которые были раньше, говорит хозяин дома. Так что этого события он ждал с нетерпением. Этот проект начинался ещё лет 20 назад. И в связи с тем, что это длилось долго, не было финансирования, то проект устаревал, то новые требования возникали. И поэтому всё время эта задержка не давала возможность довести до логического конца. Чтобы довести дело до логического завершения, были задействованы все силы. Депутаты Единороссы, сотрудники городской администрации и Сочи Горгаза подключились к реализации проекта по газоснабжению. Теперь их радушный хозяин встречает горячим чаем. Если бы мы не работали дружно и оперативно, то мы бы столько населённых пунктов за последнее время не газифицировали. Я хочу сказать, что в 2009 году процент газификации города Сочи Большого был всего 54%. А сейчас у нас за 90%. Барановский сельский округ должны полностью газифицировать до конца 2017 года. После завершения строительства магистрали подключиться к газоснабжению получили возможность более 500 домовладений, расположенных в селе Пластунка. Горная местность, не всегда есть возможность провести таким либо другим способом сети газоснабжения. Это не по степи, как на сегодняшний день это можно проводить. А всё-таки есть оползневые зоны, где специальные работы нужно, что усложняет и удорожает эти проекты. Но, несмотря на все трудности, в этом году голубое топливо появится ещё в четырёх населённых пунктах Лазаревского района. Ну а лет через пять, уверены городские власти, газификация будет завершена на 100% на территории всего Большого Сочи. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи присоединился ко всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В период с 13 по 24 марта работали телефоны доверия, по которым сочинцы могли анонимно обращаться по вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Звонки принимали в администрации города, наркодиспансерии и полиции. За эти дни всего поступило порядка 40 звонков. Чаще всего люди сообщали места закладок наркотиков, очевидцами которых становились. А также адреса аптек, где идёт незаконная продажа психотропных наркотических препаратов без рецепта. В основном звонили граждане пожилого возраста и сотрудники системы образования. По аптекам звонили бывшие наркоманы, которые освободились от зависимости и теперь ведут с ней борьбу вместе с контролирующими органами. Все эти сведения оперативно поступали в МВД и проверялись. Сочи должен стать образцовым среди других городов страны по отказу от вредных привычек. Общественная организация – общее дело. Это активисты, педагоги, врачи, наркологи, общественные деятели продвигают хартию «Я люблю Сочи». 8,5 тысяч жителей курорта уже побывали на профилактических лекциях. 18 литров на душу населения – ежегодное употребление алкоголя в России. Процесс вырождения нации начинается при употреблении уже 8 литров. 30% россиян – бытовые пьяницы, 10% уже безнадёжно больны. Но больше всего общественность волнует другой неопровержимый факт – пить больше начинают подростки, каждый четвёртый из которых теряет смысл жизни. Алкоголь приводит к курению, наркомании и даже суицидам. Особенно подвержены негативному воздействию подростки 14-16 лет. Педагогическое сообщество курорта делает всё возможное, чтобы оградить детей от вредного окружения. Но многие родители уверены, что проблемы в семью приходят извне, упорно не замечая, что зачастую сами подают детям дурной пример на семейных застольях. Именно дома, а не на улице, по данным социологов, дети впервые пробуют алкогольные напитки. На десятках тематических площадок курорта прошли встречи с населением Сочи, родительской общественностью. Лекторы Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» призывали вместе бороться с этой бедой. Они готовы развеять миф о том, что вредные привычки – это дань моде и собственным примерам. Многие инициативы по сохранению здоровья нации либо зарождаются в Сочи, либо получают распространение в Сочи. Поскольку, помните, несколько лет назад была программа целая «Сочи свободное от курения табака». Ведь на самом деле сначала многие относились к этому очень скептически и считали, ну это, по крайней мере, какой-то игрой. Но сегодня мы видим, что на самом деле в сравнении с другими городами в Сочи курят мало. Сочи – один из лидеров в стране по пропаганде здорового образа жизни. Это отмечают не только местные жители, но и приезжающие на курорт туристы. Все больше сочинских спортсменов становятся членами сборных команд России по разным видам спорта, как летним, так и зимним. Отказ от вредных привычек – это показатель силы воли, независимости. А трезвость – естественное состояние как семьи, так и общества в целом. Хартия «Я люблю» в Сочи за жизнь без наркотиков, табака и алкоголя. Своим примером сочинцы могут доказать всем россиянам, что жить здоровым – это легко. Передвижная лаборатория ездит по городу с остановкой в высших и средних учебных заведениях. Центр профилактики и борьбы со СПИДом проводит профилактическую акцию «Стоп ВИЧ». Передвижной пункт забора крови сегодня побывал в экономико-технологическом колледже СГУ. Студенты – это основная целевая аудитория центра. Профилактику, уверены специалисты, нужно проводить именно среди молодежи, которые наиболее подвержены риску заражения вирусом иммунодефицита человека. Акция «Стоп ВИЧ» бесплатная, анонимная и добровольная. Прошли тест на определение своего ВИЧ-статуса и педагоги. Результаты анализов также на автобусе в колледж прибудут через три дня. До взятия крови, естественно, проводится дотестовое консультирование. Есть понятие как инкубационный период, что необходимо как минимум через три месяца повторно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию и уже после этого быть уверен, какой у тебя ВИЧ-статус. Случаются такие положительные случаи, мы работаем с такими людьми. Естественно, человек повторно пересдает кровь, мы по одному результату диагноз ВИЧ-инфекции не выставляем. То есть мы работаем с такими людьми дальше. И говорим о том, что их поведение должно быть уже немножко другим, для того, чтобы избежать распространения ВИЧ-инфекции. Театральному искусству в этом году посвятили очередной открытый интернет-фестиваль молодых читателей «Сочи-Мост». Он открылся сегодня. В нашем городе фестиваль проходит уже в 16-й раз и из года в год собирает все больше юных любителей прозы и поэзии со всей страны. Кто приехал на фестиваль 2017, расскажем в нашем следующем сюжете. Для того, чтобы приехать в Сочи на финал открытого фестиваля «Сочи-Мост», молодые читатели со всей страны прошли серьезный отбор в знакомой и любимой для себя среде – в интернете. Из 500 конкурсных работ там были отобраны 150 лучших. Их авторы из 21 региона России приехали на финал уже известного на всю страну фестиваля. Мы ставим целью приобщить подростков и молодежь к русской литературе, к зарубежной литературе, к кино, к театру и как бы подтолкнуть их к раздумию о том, может ли литература, искусство повлиять на жизнь человека в отдельности и изменить к лучшему жизни общества в целом. Дискуссии на эту тему не утихают уже 16 лет. Столько проводится фестиваль. Кстати, он является единственным в стране форумом, объединяющим читающих детей и подростков. А таких, как показывает фестиваль, в России немало. Именно в мероприятии такого уровня это мой первый опыт, но до этого я принимал участие во многих других литературных конкурсах. Например, из недавнего происходила проба пера, это конкурс по журналистике. Я туда пришел, получается, именно на такой конкурс первый раз и занял третье место. Я больше склонен к публицистической литературе, потому что в ней раскрывается больше жизненного смысла, чем в художественной. На данный момент я читаю «Войну и мир» по школьной программе. В первый день юные ценители чтения представили свои рецензии, свой взгляд на произведения классиков, на прозу и поэзию современных авторов, а также анализ спектаклей, телевизионных инсценировок в номинации «Культурный обозреватель». Также юные почитатели литературы смогут прочитать свои стихи и прозу и услышать оценки сверстников и педагогов. Будет что нового почерпнуть и самим учителям. В рамках фестиваля также проводится еще и семинар для педагогов, учителей русского языка, литературы для педагогов дополнительного образования, которые курируют как раз таки именно это направление, направление живой классики и поэзии. Надо сказать, нынешний фестиваль посвящен театральному искусству, что не могло не найти отражения в его программе. Ну а именно победителей 16-го моста назовут уже через два дня. 2 апреля в Сочи состоятся открытые краевые соревнования по легкой атлетике Кубанский полумарафон. В связи с чем на полдня будет изменен график и маршрут движения транспорта. Движение будет ограничено по маршруту легкоатлетического забега. Это выход с трассы Формула-1 на улицу Триумфальная через КПП номер 1 Сочи автодрома с левым поворотом в сторону улицы Перспективной. Далее на улицу Голубая, Морской бульвар, Олимпийский проспект. После напротив стадиона Фишт разворот в обратную сторону по направлению к улице Триумфальной. Далее движение по улице Триумфальной в сторону Каспийской и правый поворот на трассу Формула-1 через тот же первый КПП. Ну и на сегодня это все новости. Их вы также можете найти на нашем сайте fkt.com. Ну с вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.